Это война между хорошо вооруженными людьми друг с другом и группировками. Война за ресурсы. А население в данном случае это кормовая база гражданской войны. Но если кого-то там начнут мобилизовывать, как в свое время красное заблевали, то да, население ни с кем воевать не будет. Это война именно элит, гражданская война. Любая гражданская война это война элит. Это не война, это то, что граждане выходят, начинают убивать друг друга по политическим мотивам, это не гражданская война. Дурдом какой-то такого никогда не было. А вот если в регионе существует личная гвардия губернатора, есть ФСБ, есть Пригожинские, есть еще кадровские сети, ребята из кадровских сетей, которые, и вот они начинают друг друга мочить не за Путина и Кадырова, а за лавку, за магазин на углу и за заводик свечной. Вот это и есть гражданская война, да. А там ставка будет свечной заводик, там ставка будет не Россия. Причем, посмотрите, если... Реалистичный сценарий, вы допускаете, что такое произойдет? Если Пригожин приходит, если Пригожинцы оттирают системщиков, конечно, потому что системщики просто не согласятся с этим. Ни один губернатор не согласится с этим. Ну, кто-то согласится, а кто-то нет. У кого-то, кто-то под ружье поставит своих ребят. ОПГ в России возрождаются как ОПГ. То есть, как вооруженная единица. Там может быть всем что угодно. Вертикаль власти ослабла, монополии на насилие нет. Некто, какой-то бизнесмен, повар, не повар, бог его знает, кто приезжает в тюрьму, забирает оттуда людей, кувалды кого-то убивают, кого-то расстреливают. Но это же без бездельно. Государство уже поделилось с монополией. А когда у государства нет монополии на насилие, тогда этой монополии на насилие нет ни у кого. Ну, это как возможный вариант, я еще раз говорю. Что касается извечного, у меня по понедельникам с Романом Цыбалюком беседа. Извечный у нас вопрос, остановится ВСУ на границе Украины или не остановится. Этого никто не знает, потому что, может, придется проводить стабилизационные мероприятия. Мы, конечно, против. Зачем ВСУ идти туда? Бога ради. Но может возникнуть такая необходимость. Просто жизненно необходимость. Может возникнуть, потом беженца может возникнуть. Кувалов, не его ринейтесь. Много всего может возникнуть. И американцы это все просчитывают, конечно же. Это все просчитывают, но на сегодняшний день пока война на Донбассе идет. И война идет на левом берегу Крыма, Днепра. Давайте в завершении такой маленький блиц. Короткие ответы и вопросы. Вот я так понимаю, что никаких сомнений, вообще ни одного шанса вы не оставляете тому, что Украина проиграет в этой войне. Не так, это не так. Потому что я все-таки поклонник Натима Талеба и, возможно, всякие черные лебеди. Я предполагаю даже, что завтра может быть конец света. Но вот к концу света я бы дал больше приоритет, чем проигрыш Украины. Вариант, что Донецк и Крым вернем так же, как Херсон, без кровопролитных боев, а просто потихонечку вытесняя, либо путем, в том числе и переговоров, как вы говорили, такой вариант вероятен? Возможно. Невероятно. Возможно. Давайте так скажем. То есть сказать, что вот этот вариант, вот он есть и он будет. Нет, это возможно. Возможно и другой вариант. А какой более вероятен? Более вероятен? Я не думаю, что кто-нибудь будет штурмовать Донецк. С Донецком будут поступать ровно так же, как и с Херсоном. То есть без особой вот такой крайней необходимости никто не будет штурмовать крупные города. Их просто будут окружать. И, ну, два варианта. Или они будут сдаваться, или они будут оттуда убегать. Это вот так вот. А что вот этот вариант? Ну, опять-таки, я оставляю. Оставляю варианты, что и тогда приходится принимать трудные решения. Да, приходится штурмовать. А некоторые города придется штурмовать. В результате военного поражения в Украине распадется Россия на более мелкие субъекты? Не факт. В случае гражданской войны с большой вероятностью распадется. В случае, если победят системные силы и будет территория стабилизационного типа, не факт. И последний вопрос на сегодня. Чрезвычайно вам признательно за, как всегда, классный глубокий разговор, что важно. В сознании россиян, когда произойдут перемены? Вот знаете, вы вначале, в нашей первой части разговора, вы говорили, что у них в сознании есть Великая Отечественная война, вот этот стереотип, и сопоставление всех событий с этим. Но ощущение, и тут тоже как бы нет противоречия, вы тоже, по-моему, мне кажется, так считаете, что они живут в бессознательном состоянии, мне кажется. Поэтому, когда же они пробудятся от своего сна, что должно произойти, чтобы они поменяли свое отношение к Украине? Это мы уже видели. Я же говорю, что тут нет ничего нового под Луной, и все, что и политология, это фактически повторение истории. Должны произойти комплексы мероприятий, которые очень похожи, скажем так, на то, что происходило в Германии в сороковые годы, второй половине сороковых годов. Он известный. И я тебе вам скажу, что я сегодня, когда приезжаю в Берлин, я чувствую, что это самый свободный город в мире. Это факт. Да, но в Германии эти процессы заняли несколько поколений. Те люди, которые именно были участниками Второй мировой войны, они же так и не раскаялись. Это их дети, их внуки. То есть и у России тоже несколько поколений займет вопрос путь переосмысления, осознания своих ошибок. Или как? Я вам скажу, что даже у нас это займет несколько поколений, не только у них. Это... У Моисея не случайно сорок лет водил евреев на пустыне. Но когда мне говорили, ну, Гелла, ну вот уже скоро 30, тогда скоро было 30, сейчас уже 30, ну, типа того. Ну, ну, вот уже, я говорю, извините, у евреев был Моисей, и их вел Бог. А у нас кто? Непонятно. Поэтому давайте на 40 годах не зацикливаться. Субтитры сделал DimaTorzok